Всем приветик, с вами Кексик. Я уверена, что вы уже прочитали название видео, увидели обложку, но всё же. Сегодня в этом видео я буду не одна. Со мной сегодня прекрасный, шикарный, восхитительный, бесподобный, изумительный аниматор Фроги Настя. Всем хай! И с вами Настя. И да, я тот, кто работает в Мохе. Я также, как и Shadow Кексик, снимаю гачи анимации на профессиональном уровне. Вы могли видеть меня в различных пресетах гачи, или же на канале Мохе, или на моём собственном тикток канале, которых у меня было аж три популярных. В общем, ссылочки на тикток Насте и на мой тикток будут в описании. Подписывайтесь. Подписывайтесь также на мой ютуб. Нам вообще-то чуть-чуть до 100 тысяч осталось. Окей, чтобы не тянуть кота за все его места, сразу включу вам видеоряд и расскажу о самой сути видео. Дело в том, что я и Настя анимируем в разных программах. Я в Live 2D, а Настя в Моха. Мы подумали и решили сделать такой коллаб, где мы сравним анимации, сделанные, на мой взгляд, абсолютно разных по своему принципу и устройству программах. Перед нами стоят такие задачи. Первое, рассказать о принципе работы и анимации в своей программе. Второе, подчеркнуть какие-то фишки, недостатки, выявить отличия. Таким образом, мы можем помочь вам выбрать программу, если вы хотите анимировать в одной из них, но не знаете в какой. Ну и в конце концов, третье. Конечно же, сделать анимации, а именно ходьбу, сальто и любую эмоцию на свой вкус и сравнить их. Итак, еще раз напомню, я анимирую в Live 2D. Обе программы, кстати, только для компьютеров, продвижу ваши вопросы. Как тут строится принцип работы? Сначала ты делаешь риг, то есть настраиваешь свою модельку, делаешь все параметры. Моргание, движение, руку, волосы и так далее. Потом переходишь в отдельное окно для анимации и с помощью этих параметров, ползунков анимируешь. Вообще, этап рига и этап анимации сильно отличаются. Но все отличия подчеркнет уже Настя. Главное отличие Мохи от Live 2D это в самом способе анимации. Потому что в Live 2D ты анимируешь при помощи ползунков, а в Мохе ты анимируешь прямо на экране. У тебя есть стилет, который ты можешь двигать как куколку. У тебя также есть контроллеры, которые отвечают за поворот головы, за моргание и все остальное. Да, ригинг в программе Моха намного сложнее, чем в Live 2D, потому что тут очень много различных понятий, которые ты должен изучить. Но не бойтесь в Мохе, эти понятия вас не съедят, вы их сами запомните по процессу работы. Главное не начинать с самого сложного, начинать из легкого. А если вы вообще не умеете делать риги и не хотите этого делать, тогда вы можете просто заказать модельку. И вам дадут готовую куколку, которую вы сможете двигать. Итак, это просто шикарный момент рассказать вам о том, что для Live 2D также можно заказывать модельки. Преимущественно для витубинга, но эту тему я затроную чуть-чуть позже. Чуть-чуть. Так вот, я делаю модельки на заказ. Кому интересно, можете ознакомиться с ценами в описании или же посмотреть вот это видео. Тут я в принципе рассказала о том, как я делаю свои модельки. Поэтому после просмотра этого видео переходите туда, если вам интересно. Ссылка будет в подсказке, в описании и в конечной заставке. А теперь не про мои товары. Я упомянула витубинг. Хочу назвать преимущество, это широкий спектр программ, работающих с модельками Live 2D. Та же витуб студию. Та же существует огромное количество туториалов от витуберов, которые помогут вам разобраться с функционалом программы. Как сделать ту или иную анимацию. Live 2D намного проще к освоению, чем Mocha, благодаря своему простому, интуитивно понятному функционалу и как раз таки обильному количеству качественных туториалов. Mocha это программа, разработанная чисто под мультяшную анимацию, в то время как Live 2D разработан для анимации игровой. Поэтому в Mocha вы найдете офигеть какое большое количество инструментов для экспорта видео, то есть рендеринга. Вы нажав на одну-две галочки, покрутив настройки, сможете зарендерить видео для VR очков. Вы сможете зарендерить видео, ну, например, в карандашном стиле. То есть вы можете нарисовать модельку прямо в программе и корректировать ее при самой анимации. То есть способов, как сделать анимацию в Mocha, дофига. Вы делаете то, что вы хотите. Mocha это эдакий гараж с инструментами, которые вы сами решаете, как использовать. Еще в Mocha больше инструментов для векторного рисования, как я упомянула. Но растровые модельки в Mocha тоже можно делать. И сетка в Mocha тоже есть. И ползунки, как Live 2D в Mocha тоже есть. Их нужно просто включить. Правда, они работают через одно место, но они есть. И еще одно отличие Mocha от Live 2D это то, что в Mocha дофигащит скриптов. В Mocha создают как бы инструменты, которые делают определенную часть работы за тебя, например. Они могут немного помочь тебе в анимации доработать некоторые кадры, обработать. Они могут добавить новые инструменты в программу. Они могут отрисовать что-то за тебя. Они могут сконструировать какую-то часть рига за тебя. Или даже весь риг. Такие инструменты, то есть скрипты тоже есть. Но их надо поискать. И они, скорее всего, не бесплатные. Что касаемо Live 2D, вам сперва нужно отрисовать свою модельку в программе для рисования. Тоже и без фотошоп. Делить там на слои. Отрисовать все детали для всех поворотов и прочего. В самой программе есть функция векторного рисования, но функционал не строится на нем. Это больше как добавочный инструмент. Нарисовать всю модельку векторами, конечно, можно, но это займет очень много времени и усилий. Что насчет функций, которые помогают делать вам анимации. В новой пятой версии Live 2D появился искусственный интеллект, который может помочь сделать повороты головы за вас. Также мы с Настей обсуждали, и физика в Live 2D оптимизирована лучше и удобнее. Настроить ее гораздо легче, чем в MOHA. По желанию вы можете не анимировать волосы, бантики, ленточки, а сперва настроить ее физику, а потом включить ее после анимации. Также можно сделать автоматическую анимацию рта, синхронизированную с вашим аудиофайлом. Но для этого нужно правильно настроить параметры, я такой штукой не пользовалась. Итак, надеюсь, наш такой мини-обзорчик чем-то помог вам. Ну а сейчас пришло время сравнить результаты. Я позвала Настю в Дискорд, где мы обсудили результаты друг друга. Но сначала хочу прорекламировать свой телеграм-канал, там я выкладываю свои арты, мысли, спойлеры и прочее. Также переходите в канал Насти, там вы также найдете много интересного. Ссылочки в описании. Сейчас тоже камень и нажимается бумага, как в прошлый раз. А, нет, ты видишь, мы играли. А, мы уже записываем? Подожди, подожди, подожди. Давай, сейчас. Все, давай. Раз, два, три. Ой, а как тут стикеры кидать? А, блядь, это... Давай заново запись на раз, два, три. Да зачем? Я потом просто вывяжу до начала и все. Ладно, все, начинаем. Всем привет! И мы этот... В камень-ножницы-бумага играем. Катечка, раз, а подожди, кто выиграет, того смотрим первое видео, да? По классике. Все, давай. Раз, два, три. Два, три. Блин, ну, твоё видео в этот раз. Первая анимация, это у меня походка. Так, где она? Вот она. Походка, значит. И вот такая вот у меня получилась походочка. Угу. Все. У меня с походкой больше проблем возникло. А у меня наоборот меньше всего, я её быстрее всего сделала. У меня больше всего проблем возникло с сальтухой. Давай сальтухой смотреть. Сальтух. Так, сальтуха, шприц мне в ухо, вот сальтуха. Сальтуха. Такая сальтуха. Вин, так кольная. Обстановка по кайфу. Ужавки тут. Просто обстановка по кайфу. Короче, и третья анимация, не обращайте внимания на мусор. Короче, третья анимация, это удивление. То есть, вот она удивилась, поморгала глазками, и это всё. Это она, типа, очки себе сделала. Или штамм, бинокль. Это она схватилась за голову. Ай, а я думала за глаза. За глаза схватилась. Мне нравится, что они у тебя такие анимации, знаешь, они как прыгающие. То есть, если они так сжимаются, разжимаются. Желейные. Ну, они не то, что у тебя желейные. Ну, что-то такое есть, но это, наоборот, прикольно очень выглядит. Вроде, вот это первая походка. Вот с походкой у меня возникла проблема, я подобрала референс. Но, блин, она очень странная. У меня вообще с походкой, в принципе, какие-то всегда проблемы. У меня не получается передать задумку, что я хочу. Вот она, походка. Угу. Вот она. Идёт середина. Ой, она у тебя. Она, видишь, она хромает. Она хромает. Давай представим, что-то так и вывезут у меня. Я сперва подумала, что это, я не знаю, глист. Что? У меня просто экран в клеточку. Неплохо, неплохо. Мне не нравится именно интерполяция, которую ты сделала посередине. Она какая-то немножечко странная, на глистанье ногу. Неплохо. Мне нравится. Ну, вот, я вообще первый раз что-то такое делаю. Я никогда такие единомышленные позы не анимировала. Я тоже никогда такого не анимировала. Я просто тупая референс из гачи. Повторила, а не нальчика. И эмоции, короче, вообще, мне так было лень уже нормально что-то делать. Я сделала какую-то эмоцию и всегда не запаривалась. Ну, что они сначала? Я так и думала, что ты сделаешь depression, плачь. Ну, она типа, видишь, она башкой ударилась. Ей больно. Блин, очень больно. Она у меня коллега какая-то. Вот это у тебя получилось лучше всего. Она прям, у нее такой характер. Не дайте мне, не давайте мне в руки свои ос. Я сделаю ее коллегой. Она милашка, она няшечка. Мне нравится очень сильно дизайн. И мне очень сильно нравится, как ты передаешь эмоции. Именно вот, как ты анимируешь это. Это прям вау. Я так не умею. Я пыталась там что-то сделать, но у меня получилась обстановка по кайфу. Вот у тебя, наоборот, именно с динамикой поз намного лучше получается. То есть у тебя в этом, наверное, опыта больше. В общем, как-то так у нас получилось. Надеюсь, вам понравился этот коллаб, и вы подчеркнули для себя что-то новое. Можете написать в комментариях ваше мнение по поводу программы, по поводу наших анимаций. Ну а с вами были Шедл Кексик и Фраги Настя. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока.